Пинокомпания РКО Радиопикчер представляет Фильм производства Иды Люпину Оскорбление В ролях Мала Пайверс, Тодд Эндрюс, Роберт Кларк, Раймонд Бонд, Лиллиан Хэмилтон, Рита Лепина, Хелл Марч, Кеннет Паттерсон, Джерри Пэрис, Анджела Кларк, Рой Энджел, сценарий Коллиер Янг, Мелвин Волде и Ида Люпина Оператор Арчи Стаут, монтаж Харви Менджер Композитор Пол Солто Продюсер Коллиер Янг Режиссер Ида Люпина Два шоколадных пирожных, пожалуйста, с собой Эй, красотка, чё ты каждый день покупаешь два пирожных? Уже которую неделю, одно и то же Либо ты без ума от пирожных, либо у тебя есть парень Если бы я был твоим парнем, тебе бы не пришлось покупать пирожные А думай об этом, в следующей неделе я могу уже уехать Так что же, красотка Милая, давай сюда Извини, я не могла тебя найти Не извиняйся, я тоже задержался Давно ждёшь? Не очень Открывай, я проголодался Я тоже Уже начал? Я не мог ждать У тебя там тебе ещё парочка осталось Спасибо Завтра я покупаю завтрак Я тоже не буду ждать Сегодня я купила десерт Мне не хочется Кое-что произошло сегодня утром Что-то очень важное Не томи, признавайся Я получил повышение Десять долларов Целых десять долларов Только представь, неделю А в году пятьдесят две недели Чистим обувь, мистер Потому что не видишь, я занят Как вы можете находиться с дамой Рядом, в такой обуви Я сам разберусь, давай, вали Хорошо, если хотите выглядеть Как чмо На мой взгляд, ты выглядишь бесподобно Как же долго я ждала этих слов Ты не знаешь, что все значат эти десять баксов? Это значит, ты познакомилась Перспективным молодым человеком Вот бы мне дали повышение Слушай, милая, это ведь не то, что мы ждали Ты можешь оставить свою работу И мы можем снять комнату для нас Чего тянуть? И послушай Мы уже вместе много времени Я надеялась, что ты заговоришь об этом Ну и? Но сегодня же сообщи моим родителям Приходи к нам обедать Милая, не стоит им сразу говорить Ты знаешь, что будет? Твой папа опять начал говорить про геометрию И мне конец Вот как мы поступим Ты сначала осторожно их подготовь, а я приду позже Но он все дорогой Он ведь учитель И все воспринимает серьезно Я знаю, но поверь мне Ты ведь придешь на обед, правда? Будет жареный цыпленок Я приготовлю соус Ну и сестренка Ладно За нами подсматривают Я помогу тебе с посудой, мама Нет, пусть все останется на столе Не каждый день к нам приходят гости Вот именно, присаживайтесь Энн, ты не поможешь мне? Молодое поколение имеет свое собственное мнение почти по всем вопросам Как я уже говорил Мои студенты могут и не любить меня Но я пытаюсь завоевать их уважение Да, сэр, я понимаю Это очень важный аспект Да, конечно Вы ведь были моим студентом Курс геометрии Я вас измучил тогда? Нет, сэр Не очень Только в конце В конце? Да, вы завалили меня на экзамене Мне это пошло на пользу, сэр Ну, давай же Конечно, так и должно быть Да Да, ему Ему это настолько пошло на пользу Что сейчас он получил повышение Да, 90 в неделю Я открою тебе секрет, Джин Ты получаешь больше меня Но взамен я получаю возможность наблюдать, как взрослеет Энн Если бы еще она могла учиться в колледже В колледже, конечно, хорошо, мистер Волтон Но если еще кое-что поважнее Знаете, я всегда хотел, чтобы Энн стал учителем Крайне важно для молодых людей не останавливаться в своем образовании Питком набитые школы, переполнены классы У Энн хорошие данные для обучения в университете Особенно в математике Да, но есть еще кое-что важное, мисс Волтон Что же, например, замужество? Мистер Волтон, уверен, что для вас нет в этом никакого сюрприза Я хочу жениться на Энн, но это же очень замечательно И когда вы планируете, как можно скорее? Я не хочу ждать, чтобы какая-нибудь ушла девица умыкнула его у меня Никто не знает, как же я хотела такого сына, как ты Папа, хватит печалиться Только подумай, теперь ты будешь под каблуком только у одной женщины Вы оба слишком молоды для брака Нет же, папа, мы уже взрослые Энн, иди сюда, я хочу обнять вас обоих Прими мои поздравления, Джим Долгих счастливых лет вашей семье Спасибо, сэр Добро утро, Энди Добро утро, Энн Ты выглядишь сегодня чересчур счастливой Это так и есть Какая-то особенная причина В этой стране более 60 миллионов мужчин, а я нашла своего единственного Не будь так уверена в этом Привет, Энди Привет Как насчет поужинать сегодня вместе? Я не могу, я уже договорилась на сегодня Такое чувство, что ты каждый день с кем-то договариваешься Но это очень особенный день Почему? Я собираюсь примерить колечко на палец На какой палец? Вот на этот О, Энн, я уже вся разволновалась Давай позже выпьем кофе и поговорим об этом Хорошо Мои поздравления Спасибо Стелла предлагала тебе поработать сверхурочно Не только предложила, но и уговорила Все в порядке Все равно Джим сегодня работает допоздна Уже пора возвращаться, что за спешка? Из нас двоих только ты выходишь замуж, а я еще дорожу своей работой Чашку кофе, пожалуйста Как насчет чашки кофе? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спокойной ночи, Марш Спокойной ночи, милая Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за 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 субтитры Алексею Дубровскому Пожалуйста, кто-нибудь помогите мне Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Такси! 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 КОНЕЦ 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 Энн Энн Что с тобой произошло? Скажи мне, что случилось? Энн, в чем дело? Скажи мне, что с тобой случилось? Как она? Ей нужен покой и отдых. Я дал ей успокоительный. Это доктор Хоффман, сержант Хендрикс и миссис Миллер. Они с полицией хотят поговорить с Эннн. Девушка находится в состоянии шока, разве нельзя подождать до утра? Если мы получим информацию о случившемся описании мужчин, сможем задержать его сегодня же. Я не думаю, что она в состоянии разговаривать с вами. Я полагаю, что это следует сделать. Мисс Миллер, пройдите к ней, пожалуйста. Нам лучше немного поспать. Вы ничего не можете сделать? Не волнуйтесь, я останусь здесь, буду наверху. Сегодня моя дочь была изнасилована. Почему вы ничего не делаете для предотвращения таких преступлений? Мы делаем все, что от нас зависящее, но мы работаем в холостую. Каждый день мы ловим насильников, бросаем их за решетку. Что происходит потом, я не знаю. Я не пишу законы, только обеспечиваю их соблюдение. Мы начнем расследование, как только получим от вашей дочери необходимую информацию. Разве для этого мы растим дочерей? Разве ради этого мы любим и жертвуем? Что за времена такие, если подобное может происходить? Еще сегодня утром она была беззаботна и счастлива. Извините меня. Все в порядке. Вам надо выговориться. В какой момент вы заметили преследовавшего вас человека? В какой момент вы его заметили? Я продолжила идти. Быстрее, быстрее. Но не могла убежать от него. Я не могла убежать от него. Как он выглядел? Вы можете мне его описать? Я не видела его лицо. Только шрам на его шее. Его кожаный жакет приближался ко мне. Я не могла пошевелиться. Я не могла пошевелиться. Какого он был роста, дорогая? Уберите его от меня. Пожалуйста, не надо больше. Позовите доктора Хоффмана. Позовите. Я не знаю. Я не знаю. Продолжение следует... Продолжение следует... Он перезвонит позже... Он хочет увидеться с тобой? Нет... Я не могу встретиться с ним... Ну, дорогая... Я не хочу видеть его... Полиция продолжает расследование по делу мисс Уолтон... Как она? Она почти готова... Лучше бы она сегодня не ходила на работу, мне страшно... Эрик, она хочет пойти... Ведь когда-то придется пройти через это... Думаю, она столкнулась с тем же, что и я вчера... Весь класс пялился на меня, как будто на мне что-то написано... Это было ужасно... И даже некоторые учителя смотрели на меня, как будто я что-то натворил... Надеюсь, она позволит мне подвести себя... Эрик, позволь ей делать то, что она сама знает... Доброе утро, доброе утро, дорогая... Энн, ты точно не хочешь, чтобы я тебя подвез? Нет... Будь осторожной, позвони мне в обед... Субтитры создавал DimaTorzok Доброе утро, Энни... У тебя отличный костюм... Спасибо... Как твои мама и папа? У них все в порядке, спасибо, это хорошо... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Хорошенько... Давай эти все вы... Энн, успокойся... Мы все понимаем, никто тебя не рассматривает... Давай, пойдем выпьем воды... Мисс Уолтон... Мисс Уолтон... Я прошу вас пройти в участок, мы арестовали нескольких мужчин... Это не приседник какой пользы... Я не видела его лица... Прошу меня простить, но вам придется пройти со мной... Садитесь здесь... Мы сейчас начнем, мисс Уолтон... Снимите шляпы... Посмотрите на них внимательно... Шрам... Левой стороной... Правой стороной... Правой стороной... Этот похож на него, мисс Уолтон? Я не знаю... Следующий... Шрам... Левой стороной... Правой... А этот... Я не могу вспомнить... Следующий... Левой стороной... Правой... Это тот человек, мисс Уолтон? Я не могу вспомнить... Я не могу... Все в порядке... Не торопитесь... Я не знаю... Я не могу... Я не могу... Я не могу... Я не могу... Постарайтесь сосредоточиться, мисс Уолтон... Постарайтесь вспомнить... Мы не хотим, чтобы этот человек опять вышел на улицы... Постарайтесь вспомнить... Это тот человек, мисс Уолтон... Покажи шрам... Как насчет этого... Постарайтесь вспомнить... Следующий... Шрам... Следующий... Постарайтесь вспомнить... Правый... Левый... Правый... Шрам... Левый... Левый... Пожалуйста... Все и так ясно... Это все... Послушай... Ничего не имеет значения, кроме нас... Ты ведь это понимаешь? Мы пожинимся на этой неделе... Я уже все спланировал... И можем уехать в другой штат... Энн... Я прошу тебя выйти за меня замуж... Сейчас... Или ты не слышишь? Я слышу тебя... И что? Нет... Я не могу... Я не могу... Отпусти меня... Не говори так... Мы должны пожениться... Прямо сейчас... Ты нужна мне... Я хочу быть с тобой... Я хочу, чтобы у нас были дети... Мы можем быть счастливы, как другие люди... Но не такие, как остальные люди... Я вообще не хочу выходить замуж... Я не хочу, чтобы ты ко мне прикасался... Кругом одна грязь... Мерзость и грязь... Энн, послушай... Мы можем уехать куда-нибудь... Так будет лучше... Конечно... Ты видел, как они смотрят... Обсуждают меня... Да, мы можем уехать... Только далеко ли... Замолчи... Ты все равно будешь помнить о том, что же случилось... Ты никогда не забудешь... Замолчи... Замолчи... Да... Давай... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Вот, сэр Билет до Лос-Анджелеса Куда вам ехать? Лос-Анджелес И обратный билет Обратный билет нужен? Вы планируете возвращаться? Билет до Лос-Анджелеса Мы можем пожениться на выходных, я уже все спланировал, мы можем уехать в другой штат Куда-нибудь, так будет лучше Конечно, мы можем убежать, только далеко ли Я уже все спланировал, мы можем уехать в другой штат Билет до Лос-Анджелеса Сегодня немного прохладный билет до Лос-Анджелеса Сегодня немного прохладно Кофе, пожалуйста Черный Голос по радио Полиция четырех штатов продолжает поиск Кейн Уолтон Жертвы преступного нападения Мисс Уолтон пропала из своего дома В Капитал-Сити 36 часов назад Ее семьи опасаются, что не могли появиться психические расстройства Следствие насильственного нападения на нее в прошлый вторник А теперь мы возвращаемся к нашему хит-параду южноамериканской музыки КОНЕЦ 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 С такой ногой вы далеко не уйдете Вы среди друзей Вы на ранче Харрисона Надеюсь, вы останетесь здесь на ночь С вами все будет хорошо Нет Я должна идти Завтра утром вы сможете сесть на автобус Меня зовут Брюс Фергюсон А меня Энн Блейк Куда вы направлялись? Когда я вас нашел? Я не знаю Лос-Анджелес, наверное Могу ли я вам как-нибудь помочь? Я вижу, она уже поднялась Это мисс Харрисон Привет Сделай глоточек, и ты почувствуешь себя лучше Мне кажется, она подвернула ногу Я разберусь с этим Хорошо Я оставлю вас наедине Давай взглянем на твою ногу Привет, Тон Кажется, я пропустил здесь самое интересное Девушка подвернула ногу Матч уже вправила ее Что-нибудь узнал про нее? Боюсь не так много За исключением того, что она напуганный ребенок Говорит, что ехала в Лос-Анджелес Откуда она? Я не знаю Может, лучше сообщить полиции? Я не думаю, что это все так серьезно Если позволите, возьму ее с собой Нет Пусть она останется здесь Завтра мы посадим ее на автобус Док, у вас такая судьба Подбирать заблудших овец Ну, это часть моей работы Давайте с вами забьем по трубочке Нет, спасибо Я просто так балуюсь этой трубкой Что ж Спокойной ночи Спокойной ночи, Док Спасибо за то, что приютили ее Спокойной ночи Спокойной ночи, Брюс Слушайте, Док Насчет церкви Следующее воскресенье Я приду Если мне это зачтется в благие дела Надеюсь, что вижу вас там До скорого, до скорого Эй, приветик Доброе утро, Энн Как ты себя чувствуешь? Я в порядке Ты можешь вернуться на автобусе, который привозит рабочих из города Видела когда-нибудь предприятие по упаковке апельсинов? Ты находишься на таком предприятии в разгар сезона Это новая сортировщица? Нет, просто гости Она уезжает на автобусе Это плохо, босс А у нас не достает парень сортировщиков Две девчонки ушли Так набери других Я пытаюсь Но их перехватывают другие раньше А что делают упаковщики? Они работают вон там Сортируют по сортам Это просто Оплата 85 центов в час Заработаешь доллар за полтора часа Заинтересовалась? Я не знаю В таком случае ты нанята на работу Так ведь, босс? Думаю, да Сортируют по сортам Сортируют по сортам Поговариваю, здесь можно достать апельсинов Спасибо Я не ожидал застать тебя здесь Я рад, что ты решил остаться Как тебе здесь нравится? Все в порядке Ты новичок к такой работе, правда? Чем ты занималась прежде? Я работала бухгалтером Тэм Харрисон знает про это? А тебе было бы больше пользы в офисе, чем здесь? Не стой беспокоиться Я уезжаю через пару дней Кто может разрешить тебе занять комнату Луизы? Это его дочь, она сейчас замужем Нет, я не могу здесь остаться В Лос-Анджелес? Возможно Там твоя семья живет? Уверена, что тебе не нужна моя помощь? Нет Но Нет, но Спасибо за все, что ты сделал Мистер Харриса называет тебя док Ты доктор? Да, я доктор Только не такого типа, как ты подумала По крайней мере, не в этой одежде У меня маленькая церковь в Санта-Поло Мне пора обедать Прошу меня извинить Кто-нибудь есть дома? Закрываем карты, вернемся к ним позже Привет, док Хорошая игра, Ронни? Не уверен, я проигрываю Как дела, Мэтч? Хорошо, Брюс Как насчет чашки кофе? Нет, спасибо А где Энн? В офисе Работает в Субботу? Она постоянно работает Я тут ни при чем, док Она жаждет работать Я не могу остановить ее Она привела в порядок мои книги Скажи мне, Брюс, ты узнал что-нибудь еще про Энн? Не так много Я думаю, хорошо, что она работает в офисе Получает зарплату за это Внешне с ней все в порядке Но я не хочу помочь ей Но если возражаете Я найду какой-нибудь другой способ помочь ей Не горячись, док Твои условия вполне достаточно Спасибо Кстати Забронируй мне местечко в церкви Следующее воскресенье Привет, Энн Я не хотел тебя пугать Как идут дела? Отлично Мне здесь нравится Спасибо, что нашел мне эту работу То Том Харриса не обижает тебя Хорошо кормит? Он милый Может, уже достаточно сегодня работы? Ты ведь не продавал себя в рабство? У меня еще полно дел Сегодня слишком хороший день, чтобы вкалывать Я собираюсь в одно место Сделать несколько рисунков Подумал, может, ты захочешь поехать со мной? Нет, я так не думаю Ты не представляешь Какое там умиротворение? Я каждую субботу туда езжу Субботу туда езжу Разве ты не лучше, чем вся твоя бухгалтерия? Как здесь мило Мальчишка, я частенько приезжал сюда за много миль Это мое любимое место Я всегда ждал, когда буйволы придут на эти пастбища Но они так и не пришли Может, потому что не было никаких буйволов Вот и все Пойдем, я покажу тебе свое особенное место Это мое потаенное место Когда у меня дела идут наперекосяк Я частенько прихожу сюда и рисую холмы бегающих кроликов Если проголодаюсь, то могу здесь и пообедать Давай присядем Могу я посмотреть рисунок? Как здорово Ему еще надо закончить Ты всегда здесь жил? Я родился в Санта-Поло Мой отец тоже был священником Его перевели в Филадельфию, когда мне было 10 лет Мне потребует 25 лет, чтобы вернуться сюда Понимаешь? Я все время что-то искал Трудно подобрать слова Это можно назвать верой Бывает, что ее так трудно сохранить Хочешь сказать? Ты перестал верить? Мы все проходим через испытания После войны я провел в госпитале целый год Я был капелланом в итальянском флоте Ранение легкое Потом туберкулез Но тяжелее всего было, когда мне сказали, что я не могу вернуться в свою церковь А я так этого хотел И ты вернулся сюда Да, и предался жалости к самому себе Не надо было тебе все это рассказывать Как служитель церкви я не могу колебаться или сомневаться Но как человек колеблюсь и сомневаюсь И знаешь, что еще? Когда я вернулся в эту долину, где я был счастлив в детстве Я нашел ее столь же замечательное Я заглянул вглубь самого себя И затем В небеса И неожиданно я понял самого себя И снова обрел веру Это было самое замечательное чувство, которое я когда-либо испытывала Извини, что я завел этот разговор Но я только хотел, чтобы ты знала Ты не одинока Я никогда не забуду это место До конца своих дней Нам всем иногда нужна помощь И я хочу помочь тебе Похоже, мы сможем загрузить сегодня 4 или 5 машин И я о том же, пойду проверю Хорошо Где пропадали, док? Договаривались о местечке на небесах для нас? Я был немного занят Послушай, что творится На прошлой неделе я был на приеме у епископа Он спросил, чувствую ли я себе силы принять церковь на севере Что ты ему ответил? Потому что пока нет У меня еще много работы здесь Ты имеешь ввиду меня, я надеюсь? Да, тебя Зарезерви мне местечко, док Следующее воскресенье, совершенно точно Ладно? Знаешь, я верю в чудеса Привет, Чали Что я такое натворил? Ты ничего не натворил? Как дела? Привет, шериф Доктор Фергюсон Доктор Фергюсон Набирали новых помощников? Пару помощников, они здесь крутятся уже несколько лет Прошу прощения, шериф, это Аэн Эн Блейк Вы здесь недавно, леди? Немного застенчивая, правда? Том, пойдем в офис, я хочу задать тебе пару вопросов Том, подождите, я пойду с вами Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Алло? Нет, мэрш, она еще не возвращалась Ли, перерыв в свою ранчо Я уже привыкла к тому, что она живет в комнате Луизы Да, я знаю Сообщи мне, если она вернется Пока Пока Заходи, Эн Правда замечательно? Один из парней моего корабля написал ее Я рад, что ты не натворила глупости, Эн Шериф приходил не из-за тебя Хочешь кофе? Да, пожалуй Я принесу чашку Садись Моя фамилия не Блейк Нет? Нет Я сбежала из дома Я должна была сделать это Ты не думаешь, что она сообщит твоим родителям, где ты? Нет Я хочу остаться здесь Эн, порой каждому из нас следует остановиться в своем бегстве Мы должны понять самих себя И по-новому взглянуть на окружающий мир И этот мой взгляд может открыть удивительные вещи Давай лучше улыбнись Так-то лучше Скоро будет праздник урожая Намечается отличное веселье Ты ведь придешь, правда? Тебе понравится? Не переживай Я тоже там буду Я отвезу тебя обратно на ранчо Дай-ка пивнуть Почему ты не можешь приготовить такой понш? Очень даже могу Привет, Ли Это уже пятая кружечка, правда? У меня жуткая жажда Наелся соленой закуски? Да Привет, Мерла Иосиф Примите мои поздравления Понш? Вот Приятного аппетита ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, красавица. Подаришь мой следующий танец? Я не хочу танцевать. Не надо. Давай же. Один маленький вальс. Нет, отпусти меня. Не надо. Зачем ты носишь эти косички? Распущенные волосы гораздо лучше. Убирайся. Я хотел это сделать с тех пор, как ты к нам приехала. Ты красивая. Нет. В чем дело? Я тебя не обижу, только поцелую. Разве это плохо? Оставь меня в покое. Оставь меня в покое. Боюсь, что Брюс Фергюсон заметит это. Не надо. Не надо. Он прячет тебя ото всех, правда? Мы все хотим узнать, от кого ты приехала и зачем. Не надо. Не надо. Да кто ты такая? Почему я не могу поцеловать тебя? Почему я не могу поцеловаться? Почему я не могу поцеловаться? КОНЕЦ 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 ЭНН О, ЭНН Зачем ты это сделала, ЭНН? Зачем? Мы должны возвращаться. Тебя уже ждут. КОНЕЦ 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 Да, хорошо, спасибо. Тебе не кажется, что ты иногда перебарщиваешь? Я про ту веру в людей. Что-то узнал. Мы послали запрос в бюро пропавших без вести и получили ответ. Ее зовут Энн Уолтон. Она пропалась дома пару месяцев назад. Жертва изнасилования. Продолжай. Это все. Извини, я не могу ничего поделать. Фрэнк сейчас в госпитале, и он может не выкарабкаться. Но даже если выкарабкается, все равно у нее проблема. Могу я увидеться с ней? Ладно, черт с тобой. Ладно. Фрэнк. 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 Энн Я знаю, что с тобой произошло дома Скажи мне, зачем ты пытался бить Фрэнка? Я знаю его уже давно, он бы тебя не обидел Я не могла видеть, как он подходит ко мне так близко Очень близко Я закричала Я увидела шрам на его шее Я почти чувствовала его кожаный жакет Но у Фрэнка нет шрама на шее И он не носит кожаную одежду? Да Кожаная куртка И тогда я убежал от него И спрятывал за грузовик Там не было никаких грузовиков Не до танцевальной площадки Ты подобрала гаечный ключ На нем была кожаная куртка Кажется, теперь я понимаю Ты ни в чем не виновна Совершенно не виновна Я буду молиться, чтобы и остальные это тоже поняли Фрэнк Марини подписал это сегодня утром Должен сказать, ваш Фрэнк Марини великодушный человек Очень необычный документ То, что Фрэнк Марини решил не выдвигать обвинение против мисс Уолта Не может изменить фактов Вы могли убить человека Судья Мистер Поттер Я не адвокат и не психиатр Но для служителя веры открытие сердца людей И чаяния Вы все согласились с тем, что вчера вечером Мисс Уолтон была в состоянии временного помешательства? Да Энн уже длительное время имеет психологические проблемы С тех пор, как она стала жертвой нападения на сексуальной почве Такие происшествия вложатся позорными пятнами на наши села и города То, что случилось у нас, началось еще два месяца назад в Карлс Капитал Сити По деятельному проведению он подумал, что Фрэнк Марини был тем человеком, который напал на нее тогда Сегодня утром я созвонился с Капитал Сити Полиции мне сообщили, что они задержали этого человека два дня назад Он был арестован при попытке вооруженного ограбления Позже Он сознался в своем нападении на Энн Он арестован? Да, Энн Но это никак не снимает обвинение с мисс Уолтон Этот человек, этот преступник, провел половину своей жизни в исправительных учреждениях и тюрьмах По обвинению в насильственных действиях сексуального характера Он всегда нес наказание, но никогда не признавался невменяемым Никогда не признавался психологически больным И всегда освобождался из тюрьмы неизлеченным И Энн Уолтон стал жертвой этого беспредела Я согласен, что такие люди всегда возвращаются в наше общество Но это, слушай, не касается виновности или виновности мисс Уолтона И как я об этом и говорю, она не виновна в этом происшествии Это мы виновны в группе преступной халатности И это наша ошибка, общая ошибка Мы сами создаем толпы Невменяемых людей прямо у себя дома Нам необходимо больше госпиталей и клиник Больше подготовленных людей, чтобы превращать человеческие помои Обратно в полезных обществу граждан Мистер Поттер Я обращаюсь к вам как к человеку, не как к прокурору Я прошу вас ходатайствовать о закрытии дела против мисс Уолтон Ваша честь, я прошу вас отклонить от меня Исковое заявление против мисс Уолтон Перед тем, как я оглашу решение, должен быть получен ответ на один вопрос Какие мы имеем гарантии, что временное помешательство мисс Уолтона не повторится вновь? Не будет ли лучше ей пройти курс реабилитации в соответствующем учреждении? Пока не станет понятно, что она сможет вернуться к нормальной жизни Я не знаю Но мне кажется, что она нуждается в ком-то, кто бы любил ее И это ей необходимо не меньше, чем психологическая реабилитация Суду понятно ваше видение вопроса, но ваши слова не могут быть приняты в качестве показаний Слушание по этому делу откладывается до тех пор, пока компетентный психиатр не проведет освидетельствование мисс Уолтон Почему бы им просто не забрать меня и посадить за решетку? Я никогда не теряю надежду Я не знаю Может, я и правда сумасшедшая? Порой мне кажется, что весь мир встал с ног на голову Судья сказал, что ждать придется недолго Ты единственный, кто смог мне помочь Почему они не могут понять? Почему? Мисс Уолтон Обследование психиатра показало, что вы все еще не окончательно пришли в себя Но он не считает, что принудительное лечение является необходимым Однако он настоятельно рекомендовал вам получать консультации психиатра как минимум раз в год Я со спокойным сердцем закрою это дело, если доктор Фергюсон даст гарантии суду что мисс Уолтон пройдет все необходимые процедуры реабилитации Конечно, я даю такие гарантии Вы будете получать письменный отчет психиатра в начале каждого месяца Мисс Уолтон Удачи Удачи Спасибо Удачи 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 Когда ты ездила к Фрэнку в госпиталь Я сказал, что с тобой все в порядке Они хотят приехать и забрать тебя Я люблю тебя Больше чем ты даже думаешь Должна ли я уезжать домой? Теперь? Пожалуйста Пожалуйста, позволь мне остаться с тобой здесь Рядом с тобой Джеймс тоже тебя ждет? Он не должен ждать Только не меня Ты ведь любишь его, правда? И он тоже любит тебя Его чувства не изменились Но я могу помогать тебе здесь Мистер Фергюсон может позволить мне остаться Я знаю, первое время будет нелегко, но ты должна выбрать свой путь Я никогда не забуду тебя Ты сделал меня очень счастливым Сделал тебя счастливым Тем, что я был нужен тебе Чтобы наблюдать, как ты начинаешь новую жизнь Значит, ты не хочешь, чтобы я оставалась? Это так? Ты должна жить свою жизнь Заниматься своими заботами Когда-нибудь и я уеду отсюда Нельзя войти в одну и ту же реку дважды Люди, которые очень много значат друг для друга Никогда не говорят прощай? Никогда Наверное, это потому что они никогда не могут разлучиться И не важно, какое расстояние или время их разделяет Значит, мы можем видеться иногда? Конечно Для друзей Настоящих друзей Этот мир очень компактен Передай Джиму от меня, он счастливчик Энн, почему ты плачешь? Потому что ты понимаешь всё Ты понимаешь меня Уже пора Надо идти, а то мы опоздаем на автобус Надо идти, а то мы опоздаем на автобус Участливую и счастливую жизнь, так ведь? Да Спасибо Спасибо тебе за всё Тебе всего час придётся подождать в Лос-Анджелесе Затем ты отправишься на восток Вот твой автобус Тебе Субтитры создавал DimaTorzok